Еще раз с наступившим Новым годом 2014. Первое в этом году большое совещание в мэрии глава города начал с поздравления с наступившими праздниками. В столице новогодние каникулы прошли спокойно. Не было ни громких преступлений, ни крупных коммунальных аварий. В ходе празднования было допущено 30 отключений в сфере коммунального хозяйства. Для сравнения, в обычную неделю в среднем происходит до 70 отключений. Эти все отключения носили локальный кратковременный характер и были устранены в нормативные сроки. Ослабляться не стоит. У нас впереди на этой неделе перепад температур. В этой связи и гололед, и сосульки. Поэтому, Искандр Оврач, я прошу вас, районы, к этому заранее готовиться. Заранее готовиться нужно и к летнему туристическому сезону. В дни зимних каникул городские гостиницы были заполнены на 75-80%. Этот рекорд – результат того, какую известность Казань получила в дни универсиады, считает мэр. Но сейчас нужно решить, чем завлекать туристов в весенние каникулы и летом. Еще один рекорд года минувшего – демографический. В городе родились 21 533 малыша. По рождаемости Казань опережает соседние города-миллионники – Уфу, Самару и Нижний Новгород. В прошлом году в 265 семьях Казани родилось одновременно двое детей, а в пяти семьях появились тройняшки. Традиционно мальчиков родилось немного больше, чем девочек. Самой молодой маме прошлого года исполнилось 16 лет, самый возрастной – 45. Один из главных вызовов на 2014 год – это строительство 28 детских новых садиков, которые нам предстоит построить. И тот случай, когда наши строители должны поспевать за нашими мамами молодыми. К слову, сейчас в Казани в трех детских садах, которые начали строить в прошлом году, уже идут отделочные работы. Алексей Кулешов, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.